Ребят, в первую очередь, всем привет, да, я всегда лезу перебивать, да, сейчас, наверное, отругаете меня. Хочу сказать огромное спасибо от нашей семьи, всем подписчикам, огромное спасибо вам за то, что нас поддерживаете, такие теплые слова, действительно, это очень приятно, ребят, когда всякие ситуации происходят. Во-вторых, ребят, видео вы уже по названию поняли, такое немножко скандальное, то есть, и кто не любит всяких вот скандалов там и тому подобное, лучше пролистите и смотрите, чтобы, ну, уберечь свою психику, как бы и нервы, то переживает еще особенно от этого всего. Давайте начнем с того, что мы с Маришей сегодня были в прекрасном настроении. С хорошими намерениями. Поехали взять путевку в курорт Ускачка и... Вот что получилось. Вот что получилось, да, ребят, смотрите сами. Соответственно, Маришка, она более сдержанный человек, она вообще как бы немножко расстроилась, перепугалась, а я так более эмоциональный человек, соответственно, ну, вы меня как бы извините сразу, то есть, там, я где-то эмоционально очень сильно. Так, ребят, всем привет. Всем привет. Я вот так пока оглядываюсь, потому что мы заезжаем на стоянку, на парковку, мы приехали в Ускачку. Нет, мы приехали в офис для покупки путевки в Ускачку, то есть у нас Реперми находится в этом бизнес-центре или чего-то. Да, Боулин, тут рестораны, получается, Аймакс. А, это, да, гостиница Аймакс, это их сеть, получается, Ускачка тоже они, видимо, в какое-то время выкупили ее. И здесь у них находится офис продаж. Вот, сейчас мы быстренько сходим, узнаем ценник, если ценник нас устроит, купим путевку, если не устроит, будем искать дальше путевки. Нам идет охранник. Все, мы сказали, что мы за путевками, нам разрешили поставить машинку. Бесплатно? Бесплатно, да. Не, ну так, просто здесь парковка платная, ребят. Вот, видите, вот так вот выглядит. Сейчас зайдем, что нам скажут. Маленькая, если честно, хочет попутешествовать, а я хочу Ускачку. Что сейчас скажут, посмотрим. Аккуратно. Аккуратно. Где-то на 1,10. Без лечения. Аккуратно. Аккуратно. Наверное, конец июля, да? Ну, как обычно, вот ездим. Мы ездим в начале июля. А сейчас? Ну, примерно, скажите, июль? Ну, вот июль, август. Сначала август, да? Сначала август, да? Сначала август, да? Сначала август. Смотрите, у нас было как бы двухспальная кровать и кресло с диванчиком. Короче, ребята нам сказали, запрещено снимать. Без разрешения. Мы столкнулись с какой-то ситуацией. Как вы считаете? Аккуратно. 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 Девушка, во-первых, снимать мы вас тоже можем. И если хотите, я ваше руководство могу это видео выслать и посмотрим, что ваше руководство скажет. Нет. Ну, подождите, это место общественное? Нет, мы рейтинге... Пойдем, пойдем, потом я от руководства вышлю, посмотрим, что руководство скажет по поводу этого всего. Пошли. Мне не очень приятно здесь находиться. Слезы. Слезы. Это над вами надо смеяться, потому что вы должны бороться за клиентов. Мы про вас рассказываем, мы вам делаем рекламу, так скажем. А вот сейчас вы себе делаете антирекламу. Какую рекламу? Какую рекламу? Вы снимаете меня без разрешения. Что значит разрешение? Я сейчас еще вам путевки. Вы работаете на эту компанию? Я на эту компанию работаю. Все правильно, вы находитесь в общественном месте? И что? В общественном месте. Общественное. Вот ваше разрешение не нужно никуда. Вот если я пришел к вам домой, лично к вам. Я ж нормально попросила. Не снимать или не снимать? Что значит нормально попросили? Вы раз сказали не снимать, я снимаю с себя, вы говорите, снова не снимать. Я что должен выполнять ваши требования какие-то незаконные что ли? У тебя же камерами не снимают? Вот честно говоря, ну сколько ушла скачку? 3 года мы ездим в скачку, у нас таких проблем никогда не было А сейчас вы едете как хамка Я не хамка Вы хамка? Вот как хамка Не разрешаю, что значит не разрешаю? Мне ваше разрешение вообще не нужно До свидания Хамок какой Короче, ребята, такая ситуация, что Первый раз в жизни Я вообще, если честно, в скачку сколько ездил Такого не было Женщина сидит, а что вы мне снимаете? Я говорю, ну во-первых, Марина говорит, мы не вас снимаем Мы себя снимаем А что вы меня снимаете снова? Марина говорит, мы не вас снимаем, а себя снимаем А вы вообще разрешение спрашивали, чтобы снимать? Представляете? Разрешение Блин, я охеренею Это что такое происходит-то? Вы ведь все рейтинги делаете Прикиньте, мы себе рейтинги делаем То, что снимали себя Мариша, вот давай Просто мне хочется сказать Вот твое мнение по поводу этого Ну едем, давай И у нас остались ключи Демиткова на выбор Ну, честно, ребят После такого общения В офисе у скачки У меня вот сложилось впечатление Что мы вот три года назад записывали Получается в Демитково Да? Подобного отношения было Да? Ну да Вот В у скачки вообще понравилось Девушки нас встретили Помните, видео даже записали То есть мы общались с этими девушками Все нормально То есть никаких проблем не было Нигде Снимайте Это же как бы вроде это Ну Ничего такого нету здесь И сейчас происходит Через три года Ровно такой же В у скачке Вот мне хочется дать У руководству у скачки вопрос Вы что, боитесь Стесняетесь чего-то, что ли? Почему нельзя снимать У вас в офисах? Это что за мудно-то как-то Вам же рекламу-то делают Про вас же рассказывают По сути дела К вам же потом едут клиенты За клиентом надо бороться Вот это что за отношения Вот это вот женщины вот этой Маришка говорит Я это уже не услышал Я просто вот с этой разговаривал С дурочкой с этой Саша просто был на эмоциях И как бы Там вторая девушка Которая была за следующим столом Она говорит Какая тебе разница Пускай снимают Она-то оказалась умнее Никаким законам Это не запрещено То есть это мне ссылается На нормы какие-то законы Я говорю Так вы скажите хоть что-то Как бы на какие нормы ссылаетесь Я говорю Вы же сейчас находитесь В общественном месте Общественном Вы сейчас находитесь в офисе Как бы работаете на компанию На компанию Я говорю Я к вам домой зашел Я дома что ли вас снимаю Тем более я как бы вас И снимать не хотел Мы снимали с себя Да да вот сидели Так ты зачем все пускалишь-то Ты сама же полезла на рожон То есть Саша сидел Снимал себя Нас снимали мы Смотришь Да на телефон Я и то там В половину лица В кадр вошла Не вся За что говорит Что девушка в кадре Там вообще ее не было В принципе Мы снимем ее на тарелку Снять ее на тарелку Вот видите ребята Она не боится сниматься Нашли бы Удивительно что в этом Получается Удивительно говорю Что в этом японском ресторане Лапша Яичная Гречневая Нету почему-то Получился То есть это не японский Короче ребят У нас сегодня день не задался Не задался просто Да вот Как бы Ну не идет день Да Выехали из дома утром Думали домой приедем Поспим Нет Помогли двум знакомым Ну это Это как бы Это хорошо Что помогли Сделали доброе дело Блин Потом получается Что у нас не получилось Хотели купить путевку или скачку Да Не получилось Пришли в японский ресторан Выбор скудный И все очень-очень дорого Просто нереально Хотя мы кстати Раньше сюда ходили Ну какой-то наверное день Ребят не задался Возвращаясь Приятно какие-то Не стесняется Как ни хора Саши просто еще не принесли Поэтому Хочется значит Обратиться к этой девушке Значит Как бы не скандалить А обратиться Вот смотри Девушка Ты как бы Вы ездите каждый день На общественном транспорте Сто процентов На вас смотрят там Тысяча человек Вы Сидите Получается С клиентами Правильно вы решили На вас тоже смотрят Очень много Большое количество людей Да А вы идете по улице На вас тоже Тысяча человек И даже не можете посчитать Сколько за день На вас раз Обращают внимание И смотрят Разглядывают вас Так вот Хочется задать вопрос Какого фига Это здесь Вы скидывали С камерой Вот вы Себя считаете Некрасивой Какой-то там Я не знаю Хотя В принципе Вы работаете с клиентом Вы всегда потянуты Как бы И сейчас В принципе Вы видите Нормально То есть Но нет Самое обидное Что ты ее Не снимал Как бы Тебя попросили Не снимать Ты не снимаешь Самое-то интересное Кто смотрит Видео Давно Мы бы Сами понимаете Ее бы в кадр Не ставили Потому что Если человек сказал Что он против Мы не вставляем В кадр Мы говорим За Но То есть Слышно просто Голосы кадров Да Хочется сказать Задать вопрос Чего вы боитесь Вы что Преступление совершили Вас разыскивает Полиция Органы Не знаю ФСБ За долги Вас ищут Налоговая Что боится Что боится Что произошло Такого страшного Что вы попали в кадр Вот эта боязнь Камеры Для чего Вот она Что за фобия Просто Вы наверное На всякую посмотрите На 100% Наверное Даже посмотрите Вы в комментариях То отпишитесь Мы этот комментарий Удалять не будем Но его Хотелось бы понять Ваше поведение Комментарий Почитать А вас понять Что такое Произошло страшного Что вы боялись Попасть в камеру Даже голос Что там такое было Вот Ну и обратиться Наверное К руководству Данной компании К руководству Скачки Чтобы провели Беседу Со своими сотрудниками На предмет Общения с гражданами Да То есть Общения с клиентами А также Довести до Своего персонала Что снимать Можно везде Есть только Три позиции Ей действительно Нельзя снимать То есть И хотите Я вам сделаю Вставочку сюда Из закона Да Прямо давайте Вот сейчас Вставочка Ян Сергеевна Действительно ли Мы имеем право Осуществлять Фото и видеосъемку В магазинах Кафе В страховых компаниях Да Можно Но за исключениями Исключений этих Немного Съемка например Запрещена в таких местах Как закрытые заседания Государственной думы Запрещено снимать Военные корабли Если они стоят На берегу С бортов Иностранных Военных кораблей На территории Объектов Федеральной таможенной службы И в помещениях Министерства топлива и энергетики Российской федерации Хотя сложно представить Что обычный Российский гражданин Либо иной гражданин Со своим фотоаппаратом Или камерой Окажется на таких объектах Или в таких местах И теперь вы поняли Да Что страшно Очень это А для вас Это реклама И реклама Бесплатная Когда люди берут И рассказывают про вас Про ваш сервис Классный Да Про ваши Как бы Рестораны Хорошие Про ваше питание Которое там Ну действительно Хорошее На хорошем уровне Про отношения И если так вот До сегодняшнего момента Если взять За три года Мы первый раз С таким хомблом Вообще столкнулись То есть В принципе Нас устраивало У вас все Но на сегодняшний день Мы сейчас Действительно Рассматриваем Другой курорт В принципе Потому что Настроение испорчено Мы не говорим В целом Что Весь курорт Такой Нет Это По одному человеку Нельзя судить Но Суть остается Суть Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok